Всем огромный привет! Я вернулась! И хочу начать с покупок, конечно же, и подарков за время моего отсутствия и о конце моего хомикоза. Грустно, но правда. Начну я сначала с подарочков, которые я получила. Я прям вот вернулась ночью, а утром почтальон принёс заветную посылочку. Это были подарки от Дарьи Балашовой, с которой мы подружились. Она очень классная девчонка, весёлая, позитивная, вышивальщица. И у нас когда-то, какое-то время назад был разговор про тарелочки гладью. И Даша, можно сказать, нахрапом взяла мой адрес и прислала мне эти тарелочки. Посылочка пришла. Так всё было упаковано. Каждая вещица была упакована в такой вот конвертик. Подписано что-то вот всё тут вот так вот. Здесь была, по-моему, прилеплена открыточка. Я эти бумажечки вот так вот хранила, чтобы вам показать. Потому что, ну, это очень приятно. Это такое вот сразу ощущение, что человек, ну, как сказать, думал, старался. Но это такое внимание, оно, как сказать, оно бесценное. Я уже разучилась говорить. Ну, ничего, ничего. Сейчас я войду во вкус. И потом от меня вообще будете шугаться по итогу. С количеством видео. Я надеюсь, я надеюсь. Очень было много всего. Много всяких и полезных, и красивых, и прекрасных, и мелочей, и наборов. В общем, давайте по порядку. Такие мы с Дашей бабочка Маны. Ну, я думаю, это вот такие, скажем так, закладки это. Или это такие открытки с бабочками. Ну, вот, Даша, напишешь мне потом, что это. Вроде как оно здесь с посланием. Вроде как открытка и конвертик. Но где-то на какой-то я видела, тоже Fly to you, что это, возможно, закладки. Такие красивенькие. Я, как всегда, не в кадре. Так. Где же было написано? Где-то что-то я видела. Что это, возможно, закладки. Ну, в общем. Не помню я. Ну, такие прикольные штучки. Интересные. Даже, может быть, в мой рукодельный блокнотик они пойдут. Потом были вот такие вот... Прям вообще это под мой рукодельный блокнот. Я не знаю, Даша, может, и специально это сделала, или так попала. Но у меня разделители как раз-таки вот в такой вот теме. И внутри там птички, листочки, в том рукодельном блокноте, который я сама делала, если вы помните, в стиле скрабукинг. Потом тут я вообще упала в обморок. Ткани. Боже, как я люблю основы ткани. Написано, Бельгия, Blue Pearl, 28-го каунта. Лен, я так понимаю. Но тоже не знаю, что это. Он так похож на Тифри. И он так вкусно пахнет. Такой джинсовый цвет. Интересный для какого-то, я не знаю, может быть, сэмплера. Или для чего-то. Очень классный. Классный-классный лен. Спасибо тебе, Даша. Вот отрез вот такого Белфаста с люрексом. Ну, это вообще, мне кажется, must-have. Каждая вышивальщица. Обожаю его. На нём вышивала, боже, свою зимнюю королеву. И покрасить всегда можно, если надо. Ну, то есть, вот такая основа, мне кажется, она очень нужна. Вот. И вот такой вот отрез. Это шоколад. Тифри. Хотя нет, вот они разные. Бельгия. Может быть, это какая-то... Ну, Лен какой-то другой. В общем, Даша, напиши. Не знаю, не в курсе. Разные, нет. И на пермин не похоже. Интересный. Такая вот структура у него интересная. Вот. А это Тифри. Шоколад. У меня на таком льне будет проект интересный. Передаётся с таким оттенком красного дерева. Но на самом деле он прям вот шоколад-шоколад. Вот. Вот, видите. Очень красивый лён. Я так его давно хотела. Теперь у меня их два. Даша, спасибо. Тут она меня вообще убила. Просто. Это схема маяка. Мы как-то общались. И Даша показывала, что мы собираемся вышивать. Ну, это просто бомба. Это вот такая вот заготовка от Primitive & Wood. И сюда выбираешь, какие схемки тебе хочется. Я не знаю даже. Я пока, наверное, вот к этой вот склоняюсь, к маячкам. Ну, ещё пока не знаю. Посмотрю, на какой ткани. И вот это мне тоже нравится. Ну, в общем, там куча вариантов. Вышиваешь и оформляешь вот такую вот прикладную штучку. Можно повесить в коридоре, как маяк на входе у дома. Здесь тоже вышивается. Здесь можно бисером даже вышить, я думаю. Прикольно будет. В общем, подумаю. Но это долго у меня лежать не будет. Я думаю, что, может быть, я в машину себе процессик на пяльцах. Как это организую. Но очень классная штука, как она пахнет. Ну, супер. Я прям, когда это открыла, я была в шоке. Я была реально, реально в шоке. Тут тоже я получила от неё такие вот два набора. Это вот эти, я так понимаю, знаменитые кармашки на одежде. Котик и единорог. Но это, я думаю, что подождёт до весны. Я Миланке, может, на джинсовой куртке. Ну, себе мне жалко. Я дочке вышью. Спасибо тебе даже большое. Ну, очень крутой. Я здесь, может быть, поменяю оправу на розовый цвет. У меня Милана в розовых очках. И будет очень классно. Я её уже показывала. Ей очень понравился ей котик. Потому что она у меня киса. Она говорит, я мамина киса. И единорожки тоже, естественно, ей нравятся. Ну, мимишность зашкалила. Я ещё не открывала эти наборчики. Ну, и пускай пока они полежат до весны. Зимой сейчас нет смысла ничего вышивать. Потому что дети ходят в униформе. Но вообще, конечно, супер-супер идея на этих кармашках. Просто бомбическая. Вот. Потом вот такая вот схемка у меня в подарок пришла. Кора Ботикора. Крафт Рум. The perfect place for happiness. Ну, это точно. Очень прикольная. Тоже обязательно её вышлю. Спасибо тебе, Даш, большое. Порадовала. Очень порадовала. И сколько тут всего у неё. Боже, и подставка для ножниц. У неё здесь машинка швейная. И лён, и шерсть. И вяжет она здесь. И шьёт, и стрижёт, и вышивает. И кот вон лежит. И чё-то только нет. И цветочки разводит. Ну, прям рукодельница на все руки. Ещё такая рыжая ирландская девчонка. Очень классно. Так. Здесь вот ещё такие вот были с бабочкой. Ну, это листики напоминалочки. Тоже, я думаю, в мой рукодельный блокнот, который я начну таки с 2019 года вести. И я в этот блокнот определю. Что-нибудь придумаю. Прикольные бабочки. Бабочки. Это всё. Здесь была открытка. Тоже такая интересная открытка. Тоже всё с бабочками. Прям вообще. Ну, тут слова, адресованные мне. И открытки я все храню у меня здесь. Они на магнитах. Потом вот эта штучка тоже. Я чуть не умерла. Чуть не умерла. Это тоже вот от этого примитивенвуд, как я понимаю. Нитка-вдеватель. Да ещё и с маячком. Таким прикольным маячком. У меня есть нитевдеватель с тайным маячком. Вот он у меня здесь в игольнице. Такой вот. Вот у меня здесь ещё есть Юра Молчанова. Присылала мне вот тоже, чтобы не терять. И вот у меня есть такие вот, которые я заказывала у девочки с Инстаграма. У меня здесь в моей игольнице. Кстати, игольница моя вся в ходу. Я без неё не могу. Видите, она у меня вся загружена. Всем чем? Здесь ножницы, пины. Чё только нету. Трое даже ножниц здесь. И вспарывателя два. И маркер. И чё тут только нету, я обожаю. И теперь у меня вот ещё один аксессуар сюда полезет. Не знаю, куда-то. Надо поглубже его. Вот сюда как раз. Хорошо. Обожаю своих барашечков, мои барашулечки. Супер. Здесь была открыточка. С таким скотчем прикольным, да? Ну всё, пончики теперь мне нельзя. My love is Russia. Класс. У меня здесь есть уже одна Russia открытка. Вот у меня теперь будет вторая. Супер. Я их собираю. Ну, это вообще виновники посылки. Два набора Риоли с вышивкой гладью. Как же я их хотела. Как же я их хотела. Это у нас тарелка с хризантемами. Такие некрасивые. Я прям не могу. И тарелка с маками. Уже как хочется всё начать. Прям очень. Такие наборы чем удобны, что их можно брать с собой. Не нужно никаких схем там, чего-то, чего-то. Очень удобно гладью вышивать на ходу, можно так сказать. Где-то в поездках. Такие два набора. Просто я их ещё не открывала. Цвета просто... Ну, я не знаю. Сиреневые, розовые. Мои любимые. У меня прям в глазах уже всё. Вышивка уже готова. В голове моей. Спасибо тебе даже большое. Я теперь, как хомячить, перестановила свой хомякоз. Буду вышивать у меня до Нового года точно стыч фромстаж. Потому что столько я накупила. Прям столько я накупила. Что у меня это всё перестало помещаться куда-либо. И поэтому надо свои запасы немножко поуменьшить. Повышивать. Потому что это уже за гранью. Сколько можно. Покупать. Уже столько всего. Вот. Ещё она мне прислала пяльцы Нурген. Но о них я вам расскажу попозже. Так. Дальше. Дальше пришли мне мои перевыпуски Dimensions. Три набора. Первый это вот такой вот калибри с гибискусами. Гибискус Дуа. Это, наверное, перевела как дуэт гибискусов. Они такие кучерявые, интересные гибискусы. Необычные. Либо просто они уже прям супер распустившиеся. Так. Здесь у нас Аида кремового цвета. Ниточек немного. Всего две планшетки. Их как-то прям, ну, немного. Ну, я рада, что я купила его. У меня же вышит Hummingbird Art. Панелька длинная. Ну, вот это ещё к ней как раз. Следующий набор. Такой мной желанный уже очень давно. Hidden Spirits. Скрытые духи. У меня есть Шаман. Как же он называется? Ба-ба-бам. Sacred Connection. И эту Шаманку, Индианку, я искала долго. Пару раз была возможность купить ее на ebay, но я пожалела денег. Был у меня даже скачан, по-моему, перенабор. Но вот я попала на перевыпуск. И у меня перевыпущенный набор. Ну и слава богу. Потому что, слава богу, что он китайской версии, китайской сборки. Потому что американцы... Я не люблю американский дим. Мне не нравятся нитки. Они плохого качества. Кто бы что ни говорил, меня никто не переубедит. И больше за раритетами я не бегаю. Как раньше я участвовала в аукционах. У меня их достаточно много. Раритетных наборов. Но как только я начала их вышивать, я поняла, что все это зря. Потому что нитки просто... Ну... Слов нет, какие плохие. Конечно, то, что у меня куплено, я вышью. Но больше... Вот если что-то буду перевыпускать, значит, буду покупать перевыпуски. А старые наборы покупать больше не буду. Хотя вот Лили Сэмплер неплохие ниточки. Не все... Ну, не все меня довольны. Там белые. Ну, есть нарекания, потом буду рассказывать. Но не доставляют они мне таких больших траблов вышивки. Как, например, Титаники. Ну... Раз на раз, может, не приходится. Но рисковать я больше не хочу. В общем, такой вот у меня есть набор. У меня очень нравится эта серия моему сыну. Ему нравится рассматривать этих животных. Он здесь слона видит. Он здесь волка видит. Здесь голова собаки. То есть, пумы, да. Птичек он тут всех пересчитал. Какой-то набор лежал, ждал. Когда же мама видео снимет. Ну, в общем. Ну, и теперь, можно так сказать, звезда моей коллекции. Это венок с калибри. Другие венки я покупать не буду. Потому что они мне не очень нравятся. С розами венок он какой-то слишком такой мне. Активный. Бизи-бизи он такой. Очень там эти цветы. А вот эти с птичками мне понравился. Венок. Потом венок сезонов. Ну, тоже. Короче, нет. У меня, наверное, будет вот с калибри та панелька и по бокам вот эти две круглые. Ну, так. В тему калибри, да. Ну, и все на этом. Вроде как больше у меня нету ничего. Ну, у меня есть от Милхила. Мне Людмила подарила наборчик. Там фуксии и калибри. Но он маленький. Он, возможно, будет у меня такой, как настольный. Хотя я хочу попробовать купить Милхиловскую рамочку и оформить. О, Боже, как у меня здесь все криво. Ну, ладно. Так. Дальше. Покажу дальше. Так, это вот убрать. Что же у меня... Почему я сказала, что я потом про пяльцы Нурге расскажу. Я купила в Риге три набора. Всего лишь три, представляете? Так. Вот эти пяльцы Нурге, которые подарила мне Даша. Я уже запялила в них работу. Натяжка шикарная. Боже, как спасибо за эти пяльца. Одни у меня есть поменьше от Люды. И одни вот от Даши. Боже, девчонки, спасибо большое. Вы услышали мои молитвы, потому что мне до этих пялец было не добраться, купить самой. Но вот эти два размера мне вполне хватит. Потому что на пяльцах я вышиваю мало, редко. Я надеюсь, все-таки скоро у Рабески это выйдет. Обещанный. Обещанная струбцина для... Ну, с держателем для пялек. Да. И... Ну, как бы я смогу чаще на них вышивать. Мне будет удобнее и все такое. Вот. Здесь у меня запялен набор, который я купила в Риге. Он у меня здесь весь раздербаненный такой. Но он подождет, наверное, в своей участии, потому что я офигела. Я купила вот эту русалку от РТО, всем знаменитую. В общем, зашла в магазин, а там наборы РТО в три ряда. Огромные-огромные такие эти рейлы, где они висят на вешалочках. И первый набор, за который тянут... Ну, я даже не видела вообще, что я вытягиваю. Они же вот так вот боком все, да, висят один за другим, за другим. Первый набор, который я вытянула, была эта русалка. И она была не очень дорогая. Ну, как, для тех, кто в Латвии живет, это дорогие наборы по зарплатам, да. Но я подумала, что если бы я захотела заказать ее, откуда она там, с России или даже там с той же Эстонии. Или еще откуда-то. То есть мне с доставкой вышло бы, наверное, даже дороже. Поэтому я взяла эту русалку. Думала, ну, запялю ее в пальцы, буду потихоньку вышивать. Ага, не тут-то было. Всякина размечталась. Во-первых, я обалдела с этой схемы. Она замудренная. Ну, вообще прям. Не такая уж она и легкая. Потом я обалдела с ключа. Вот это ключ к этой русалке, да. Стежки полукреста должны иметь наклон вправо. Вот это все ключ, ключ с мясовой цвет. Вот еще и бленды здесь отдельно. Короче, вот такая страница А3. Это все ключ к этому набору. Я не знаю, здесь, конечно, не пяльцы нужны. Здесь потом она пойдет на раму. Сколько здесь? Три-четыре планшетки. На каждой нумерации от одного до пятнадцати. Каждая планшетка один, два, три, четыре. Здесь надо смотреть, не перепутать, какой цвет взять вообще, с какой планшетки. Ну и первое, что у меня было, это коричневый в одну нить. Вот это столько я вышила, психанула. И решила, что нет, на пяльцах я это вышивать не буду. Обработаю канву, поглажу ее заново от этих пяльц. И натяну на раму нормально. С боковой натяжкой, я думаю, потому что здесь видно на темном цвете светлые крестики. Не очень такие красивые. Придется здесь постараться. Ну, обалдеть прям. Вот первые крестики я делала в середине, где-то вот здесь вот. Хотя вот проработка ее, да, этой ундины. Вот эти рыжие волосы, вот эти губы, что вот... Очень она прикольная, мне нравится. Что по картине какой-то художника же. Виктор Низовцев. Знаменитая, конечно, русалка, но я не думала, что она настолько замороченная. Но я ее вышью, она мне нравится, она такая клевая. Так, ну и два остальных набора. Я купила вот этих павлинов от Чудесной игры. Я там все... С Евой мы стояли, я там все ела. Взять, не взять, взять, не взять. Он был единственный этот набор, висел прям. Думаю, если сейчас не возьму, кто-то его купит и все. Но я его купила. Был тоже не очень дорогой. 32-36 сантиметров. Классная. Чудесная игла, в принципе, мне тоже нравится. У меня еще 4 девушки чудесной иглы есть. Вот эти там бриллиант души моей, светочей моих. Бояриня и русская красавица. Как она там, русская красавица? Ну, короче, девушка с косой. И вот этот теперь у меня набор. Два набора у меня есть вышитых. Подарки от Сланы Абакаровой, от Нессы. Оформленные. Ну, вы помните. И вот теперь у меня еще такие павлины. Очень красивая цветовая гамма. Бирюзово-сиреневая. У меня она привлекла. Набор такой достаточно пухленький. Ниток много. Схема. Раньше была глянцевая. Это уже не глянцевая. Это полатышские эти наклейки. Что здесь за нитки? Мулины хлопок. Не знаю, что за нитки. Не написано. Вот. Ну и вот такой вот висел там Dimensions одинокий. Я его тоже забрала. Остался там висеть Max Decade с ценой как голд. Ну, а вот этот вот, по-моему, сняли его с производства. Он там висел-висел, зависелся. И я его купила. Тоже он прикольный. Наборчик на черной основе. Такой, видите, потрепанный уже. Обложка. Красивые такие нитки. Тоже пусть будет когда-нибудь вышли. Это птичулька такая пухленькая. Нравится мне эта ограда. Супер. Вот. Ну и остальное, что у меня тут есть, это такие какие-то мелочи. Ой, вот это не отсюда. Купила я вот такой сэмплер. Филиграм. Здесь вышивается он шелком Dinky Dice. Небольшой такой. Тоже мне понравился. Буду вышивать. И отшив я видела. Тоже мне понравился. Ну и шелк. Такой интересный цвета. Блестит красиво. Потом Spring in the Air. Анютины глазки. Just Man. Вот здесь такой шармик интересный. Видите? Так вот. Так показать. Ай. Докрывается он этим. То бисером, то этой белой бумажкой. Ну короче. Виолки здесь такие. Виолка с листиками. Кустик можно так сказать. Вот он. Ну и тоже такие работы. Они вышиваются быстро. Интересно. Потом вот такой вот сэмплер мне пришел. Happy the Woman. Чем он? Gentle Arts вышивается. А я думаю, я буду остатками шелка какого-нибудь вышивать его. Вот. Потом пришла вот такая схемка. На Хэллоуин буду ее вышивать. Покрашу под нее основу. Хм. Вот. Потом. Что еще? Вот такая вот основа соло. У меня к ней есть задумка интересная. Она такая прям пампкин-пампкин. Ну тыквенного такого цвета. Кэшел. И у меня есть к ней задумка. Потом пришел мой ткань месяца. Полсты часа. И жду я сейчас еще одну. Такая интересная. Может, для какой-нибудь феечки подойдет. Интересная такая основа. Как вот раскрываешь, перестает быть видно. Так вот. Как-то вот. Вот, вот, вот. Видите? Она такая белосиренево-голубо-розово-персиковая. Вот в этом участке видно. Какие интересные переходы у нее. Это у нас тоже кэшел. Блестящий. И вот такая вот схемка. Она одна вроде. Там еще больше ничего нет. От Кейти Барик. Пока не получила я еще ткань. На этот сэмплер. Сэмплер. Можно назвать его сэмплером? Лебедь этот черный. Здесь, по-моему, на сороковом каунте он вышивается. Да. Я его, по-моему, на сороковом и буду. Либо на тридцать шестом, или на сороковом. Но цвет не по ключу будет. От Пикчер Дис Пласт. Но не по ключу. По ключу мне тоже нравится. Но я хочу попробовать другое. Потому что мне вот этот черный лебедь напоминает... Какая-то сказка была. Про черного лебедя. Не помню. Не в принцессу ли она там превращалась? Это черная лебедь. Помню. Короче. И мне хочется, чтобы оно было все в ночи. Даже ножки есть. Лапки. Вот она плывет. И у нее лапки. Ласты. Олени странные какие-то. Это вообще на зайца похож. Ну ладно, это олени. Но эти два это зайцы. Ну короче говоря, такие вот у меня покупки. Буду теперь вышивать... Все, что есть. Дождусь еще мандал своих. Ну и все. А! Я совсем забыла. Стоит у меня лицо окна. Что мне еще Даша прислала? Это такие вот четыре упаковки. Чая. Это чай зеленый байховый сочинский сорт букет. И это, я так понимаю, чай рассыпной. Я все терпела. Не все открывала. Одну только. Вот. Потом здесь чай зеленый байховый персиковый сад. Очень вкусный. Потом вот такой сорт букет. Это зеленый, это черный. Видите? Куча чая у меня. И вот этот вот чабрет с душицей доник. По-моему, под этим чаем Даша написала, что это тебе для успокоения. Че? Так чувствуется, что я на нервике. Ну в общем. Обожаю чай. Я теперь с такого заядлого кофемана перехожу на чаемана. Урезала потребление кофе. И вообще перестала пить крепкий кофе. И пью только один раз в день утром его. А в остальное время я прям чаевничаю. Поэтому мне вот это вот как раз таки кстати. Я буду пить чай. Один день такой, другой день такой. Ой, прям Даша, спасибо тебе большое. Не знаю прям как отблагодарить. И, наверное, самое-самое последнее, что я вам покажу, это... А, кстати, в перевыпуске, в перевыпуске Вероника вложила тоже подарочки. Один вот подарочек Милана уже утянула. Покажу я сейчас вам. Она вложила две такие вот прикольные шоколадные конфетки. А может это и риски. Не знаю. Вот такой вот тоже зеленый чай. Ниточка Dimensions, моточек. И был еще моточек Реника 032-го. Но так как он блестит, моя дочь уже его утянула куда-то. Ту катушку. Вот. Ну и последнее, что я вам покажу, это новый мой магнит. Я вот не знаю, видели ли вы вот этот. Такой вот у меня дракон появился. Сиренево-розовый. Такой нежный-нежный, красивый. Так. Потом вот такой вот еще сиреневый появился. Сиреневый такой с золотом. Он такой темно-сиреневый. Он отличается от того, который я разыгрывала. По цвету этот прям темный. С синим. Так. Потом появился у меня вот такой вот персиковый дракон. Персиковый-зеленый. Такой с чуть-чуть вкраплениями розового. Тоже очень красивый. Обожаю. Вот. Потом у меня появилось два вот таких вот. Синих. Очень хотела я синий. Мне очень нравится. Один побольше, другой поменьше. Ну тут за счет хвоста. И появился у меня появился у меня пока это все, что из приехавших. Вот такой вот леди-берд джагон. Леди-берд. Как эта букашка называется? Я все время запываю. Божья коровка. И к ней вот такой вот цветочек с божьей коровкой. Компаньончик. И вот сейчас вот эти два магнита держат мой лили-сэмплер. И едут ко мне еще, естественно. Еще не доехали. В общем, вышивального ничего я не покупаю. Только драконов. И тут уж извините. Прошу понять и простить. Вот. Такие вот дела. Такие вот были у меня покупки. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Всех целую. Люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok